Я решил рассказать более интересные вещи, как устроена Сидискон продажи. Это такая специальная каста. Прежде всего, вы должны понимать одни простые вещи. Рага вторая вливалась в конец сезона. Это была весна. Весна это конец сезона. Далее наступает лето. Это пьянки, бухалки, гулянки. Кто постарше, с семьей куда-то уезжают, отпуска. В общем, для игр лето это мертвый сезон. Там мало кто играет и особо большие деньги не ходят. Осень для игровой индустрии это не просто осень, а золотая осень. Точно такая же картина, между прочим, происходит и с фильмами. Там, где большие бюджеты и крутые графоны, компьютерные графики, навороты, это вот тоже осень. Вот Cloud Imperium Games также осенью бабахает Сидискон. Иногда до этого они бабахают Геймскон, то есть заходят на игровую площадку. Я думаю, всем уже понятно, что эти все выставки, которые шедевральные, очень красивые, там червячки из-под земли, много чего мы видели. Это все делается, естественно, заранее. То есть к Геймскону и к Сидискону готовятся заранее. Потому что нужна очень красивая витрина, красивая картинка, вау-эффект. Именно под это дело проходят самые лучшие продажи. Вот в момент этих продаж появляются такие корабли, которые по-другому называют Сидискон-шипы. То есть корабли, которые заранее готовились именно под Сидискон, ну либо Геймскон. А сходу вот эти вот все Сидискон корабли, я думаю, не вспомню, но это Полярис. Это, естественно, Пионер. Как же без него? Причем Пионер продавался 2000 штук. Там именно вот был счетчик. Больше 2000 штук, правда, купить был нельзя. После чего Cloud Imperium Games его еще раз продал, но он уже был не LTI. Я напомню, что Пионер это хард-лимит, и вы его не можете заапать. То есть вы не можете купить апгрейд к Пионеру, потому что их не существует. Давайте я это дело объясню немножко по-другому. У нас, например, есть Гладиус. Вы можете летать на Гладиусе и кому-то вламывать. Ну, либо вам буду вламывать, зависит от ситуации. Точно так же вы можете взять какой-то Авенджер. Вы можете что-то круче взять и взять Сейбр или Супер Хорнет. То есть корабли, да, они все специализированы. Я согласен, их можно по-разному зафитить. Есть какие-то плюсы-минусы. Но, тем не менее, эти корабли, которые дают люлей. То есть основная их задача это раздавать люлей. Пионер, по своей концепции, это уникальный корабль, который нельзя никак заменить. Вообще никак. Это строитель. У вас нет вариантов какой-то другой корабль взять и построить. Потому что строительством занимается только один корабль. Пионер. Точка. То есть, грубо говоря, под Ситискон вливает какой-то уникальный корабль под конский ценник. Это нормально. Вот именно сейчас у нас продается минер. Это Ситисконовский кораблик. Ставить мины – это его уникальная роль. Что это за кораблик, для чего он нужен, почему он уникальный? Сейчас попробую объяснить. Знаете, такой кораблик Орион. Майнерский корабль. Капитал Шип. То есть, промышленного масштаба корабли, который умеет копать астероиды. А вот теперь представьте, утром у какой-то корпорации взорвались кораблики. И ты такой спрашиваешь, блин, а как вообще так получилось? Кто вас вообще вайпнул? На мины попали, да? И все три Ориона взорвалось? А один ушел, да? Я неправильно мины поставил. Ой, в смысле это? Хорошо, что хоть один вы спасли кораблик. А что, прям вот вы с утра прилетели помайнить, а там уже все заминировано было, да? Да, гады какие-то. Я вам сейчас покажу место секретное, где можно копать, майнить. Вас никто не тронет. Про это место никто не знает. Там куча астероидов. Давайте, прыгайте на 890-ю. Там ничего нету, мин нету. Сейчас я вам координаты скину. То есть, грубо говоря, это корабль-подстава. И он кому-то не понравится, кто-то от него будет кипятком писать. Это я вам точно говорю. У меня вот грешок такой есть за мной. Я иногда вечером майню. Все не без греха. Вечером, знаете, такой сидишь, настроение что-то не очень. Генератор красным горит слева. Ты не обращаешь внимания. Ну, мало ли что там горит, подумаешь. У всех много что горит. И минус генератор. Новенький. Был. У меня есть дома там, что ломается, скажем, компьютер не включается. Вот я на кнопке нажимаю, не включается. Как я ремонтирую? Я жду 15 минут, включаю, и он включается. Я так дома ремонтирую вообще все. Микроволновка отказал, 15 минут подождал, пощелкал, включилось. Вот проспектор не включился. Так вот, у этого проспектора есть одна большая беда. Да, у него почти нет оружия. Там оружие первого уровня две штуки. Но это реально вот голубей гонять. Понятное дело, что этот проспектор прямо вот лакомый кусочек для всех. Потому что ему нечем отвечать. Стандартная ситуация, когда к вам вот подлетают, сначала посмотрят, покрутятся. Нету ли кого-то рядом. Это у нас на форумах все честные такие, там, нубов не бьют, слабых не бьют, там, всем помогают. А на самом деле в игре все по-другому происходит. Так вот, как бы я сделал бы? Я бы взял бы этот проспектор, вытащил бы его на стрим, и гарантированно через там полчаса ко мне прилетел бы стрим-снайпер. Либо там даже не один, а человека 3-5. Потому что это фановая тема, проспектор-то отлупить. Вот я бы посмотрел бы, как они отлупили бы, если там это дело заминировать. Итак, внимание. Вот этот вот кусочек я достал реально с большими трудами. Это пионер. Единственное, что я сделал, я спрятал число. То есть у нас есть октябрь 2017. Число я спрятал. Сейчас я не буду объяснять, почему я спрятал число. Это вот гайдик я уже делаю. Он уже реально почти готов его вылизать и залить пару-тройку дней. Есть на то причины. Потому что это не мой аккаунт. 750 долларов. Еще раз говорю. Все Ситискон кораблики имеют конский ценник. Это нормально. Далее. После того, как продадутся Ситискон кораблики, которые имеют конский ценник, у нас сразу же вливаются капитальные корабли. Совершенно верно. То есть, Cloud Imperium Games говорит, что мы осенью будем продавать капитал. Ну, организации там скидываются деньгами, то-то-сё-то. Хотя я против, когда скидываются деньгами, потому что долго рассказывать. В общем, организации уже наскидывались деньгами, подготовились купить себе какой-нибудь капитальчик. И тут бабах. Ситискон уникальный корабль. С уникальным геймплеем. Что делать? Ну, естественно, покупать. Покупают кораблик, на капитал не хватает. Надо еще бабок. Вот так работает механика. То есть, капитал влился в ноябре 2017-го. Это Джавик. Стоимость его 2700 долларов. Пионер. Это Ситисконовский корабль. Октябрь 2017-й. То есть, через месяц вливают капитал. Такая же картина была и в 2016-м, и в 2018-м году. Это из года в год одно и то же. Далее. После этого идут новогодние распродажи. Под Новый год, ну, могут залить что-то дорогое. Например, Hammerhead. 550 долларов он стоил. А сейчас он 725 стоит. Но под Новый год, точнее говоря, перед Новым годом, обычно Cloud Imperium Games вливает какие-то очень дешевые кораблики. Типа он стоил 50 долларов. Это делается для того, чтобы вы апами могли купить любой кораблик. Потому что в этот момент открываются все продажи этих кораблей. Дешевые корабли вливаются только летом. Далее. Происходит какая картина. Смотрите внимательно. Warbond у нас стоит 675. А Standalone Ship у нас стоит 725. 725 там, где не будет страховки LTI. Пожизненную страховку на корпус корабля можно купить только с Warbond. Вот здесь написано Lifetime. Пожизненная страховка на корпус корабля. Он немножко подешевле. Его можно оплатить только реальной валютой. Предыдущий, который Z725, его можно оплатить стор-кредитами. То есть, если вы какой-то корабль расплавили, можете эти стор-кредиты использовать. Какая получается ситуация? Вы купили дешевый мотоцикл. Вы его заапали в Catlus. Catlus вам не понравился. Вы его в какое-то другое, предположим, фрилансер. Фрилансер вам тоже не понравился. Вы решили там попробовать проспектор, попробовать еще какой-то корабль. Там доплатили, здесь доплатили, глянули. У вас там почти 300 боксей занесено. То есть, это все началось с, ну, просто мотоцикла за 30 долларов. Ну, как бы это не деньги для Star Citizen. И потом вы думаете, ну да, корабль реально хороший. Уникальная роль. Ситис Коновский корабль. Но, если вы сейчас расплавите то, что у вас сейчас есть, вы не получите утяйку. Естественно, вы хотите пожизненную страховку на корпус корабля. Это только вливать реал. Есть еще один способ. Вы можете купить ап. Я специально затягивал видяшку, чтобы подождать, будут ли апы на этот корабль. Да, будут. Пионер апать нельзя. Апгрейды не продавались. И не продаются. И никогда не будут. На этот корабль можно купить ап. Поэтому, люди, не долго думая так, блин, ну, лучше я еще сейчас там 300 баксов докину и куплю себе один, но хороший, нормальный корабль. Далее. Вот очень важно, что здесь надо добавить. То, что вы увидите на Ситис Коне, либо на Геймс Коне, какие-то обалденные видяшки, как Кракен, там, я не знаю, переламывает вангварды. Шикарные презентации. Опять же, червяка я показывал из-под земли. Вот любой взять Ситис Кон, он красивый, он обалденный. Это витрина. Красивая такая витрина, когда хочется покупать. Все, что вы увидите на этой картинке, в игре вы тоже увидите. Вопрос времени. Но, скорее всего, будут показывать ту версию, которой у вас нету. То есть, сейчас, например, 3.6. Они, возможно, будут показывать 3.7. Вот эту 3.7 вы увидите только под Новый год. Почему? Объясняю. Вот смотрите, я в игру зашел в 2014 году. Когда я заходил в эту игру, мне говорили, что это МММ и вливать туда денег точно не надо. На тот момент как раз появилась только арена. То есть, был ангар, была арена. Ну, арена такая себе, скажу честно. Она постоянно крашилась и падала. В 2015 году на Ситис Коне показывают, как Cloud Imperium Games играет в версию 2.0. И там уже можно квантовый прыжок. И это уже заявлено как постоянная вселенная. То есть, не какие-то арены, а там, где вы можете бегать, что-то покупать, куда-то летать, делать на миссию. Там столько восторга было. Это песец. Так вот, эта 2.0 вышла в последних числах декабря. Я на нее как раз видяшку делал. Она называлась Долетались. Вот как сейчас помню. Все дрожит, трясется. Я изначально думал, ну, может с Нового года меня еще колбасит. Нет, это реально игру колбасило. Абсолютно такая же картина с 3.0. 3.0 нас продинамили на год. В итоге она вышла, опять же, в последних цифрах декабря. В этот момент я писал статейку. Называется FPS нет, но вы держитесь. В этом году я вас готов обломать, быть то же самое. То есть, откатают какие-то новые механики, о которых мы еще не знаем. Там, перелет в другую солнечную систему. Короче, какие-то новшества. Они прям вот вау-эффект сделают. Вы обалдеете. И скажут, что вот в версии там, которую мы сейчас тестируем, вы это получите. Вы это действительно получите где-нибудь так 28 декабря. Знаете, почему в декабре? Потому что к этому времени Новый год и Рождество. А это значит трезвых не найти. А это значит, за компьютером почти никто не сидит. После Нового года каких-либо чудес от Cloud Imperium Games ждать не стоит. То, что вам дадут, это все будет раздолбанно, уже проверенный не один год. Помимо этого, с Нового года начнут совводиться новые механики. Они также будут раздолбаны. ФПСа нет, но вы держитесь. Ближе к осени Cloud Imperium Games начнет как подожженный исправлять все баги, лаги, ФПС и так далее. Реально будет по 10 патчей в месяц. Фиксить будут все. И утечки памяти, и ФПС, и графон. Все. Это сделано для того, чтобы вы получили стабильный билд на момент Ситискона. Ситисконе, я уже сказал, показывают совсем другие версии разработчики. Но у вас будет старая, но стабильная. Все, что заработает Cloud Imperium Games на Ситисконе, половина пойдет на рекламные акции. К каждому кораблику будут рисовать какие-то видяшки. Реально даже к мотоциклам. Будут перерисовывать старые дизайны. Естественно, рисовать новые концепты. Там будет так все двигаться не очень активно. Естественно, в этот момент уже будут что-то готовить к Ситискону. Просто мы об этом не узнаем. Вот так разрабатывается игра. То есть, когда мы смотрим на какие-то цифры. Вау, сколько денег вбухано в игру. Я думаю, здесь, наверное, половина стоимости рекламы. Может быть, меньше. Я не рекламодатель, без идей. И самое главное, но он реально же делает очень красиво витрину. То есть, у Криса опыт в фильмотеке, видимо, мимо не прошел. Но еще есть один момент, о котором надо сказать. Так сказать, предупредить людей. Клауд Империум Геймс ничего не стоит под Ситискон закинуть еще один дорогой кораблик. Только сделать его как пионер. То есть, никаких стор кредитов только за реал. И у него будет счетчик. Грубо говоря, 2000 штук, которые раскупят часа за два-три. Из них половина покупок это будут перекупы, которые потом их продадут на ebay. А вот для Клауд Империум Геймс так сделать, как за хлебом сходить. А потом через неделю еще выкатить капитал. Изи. На этом, пожалуй, я закончу. Еще одна видяшка сейчас будет прям короткая. И после этого я расскажу, почему я скрываю даты. Методика не поменялась. С вас видяшки, с меня коммен... Ой, наоборот. С вас комментарии, а с меня новые видяшки. Всем удачи. Субтитры сделал DimaTorzok